Повышение эффективности бюджетных расходов и развитие массового предпринимательства. О задачах, поставленных в послании президентом страны, говорили северокзахстанцы на встрече с заместителем председателя комитета госимущества и приватизации Минфина. Николай Кадюков приехал в наш регион с рабочим визитом, чтобы разъяснить основные положения стратегического документа. Ольга Файзулина продолжит. Заместитель председателя комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов выступил перед североказахстанцами с разъяснением основных направлений послания президента страны. Одним из важных приоритетов является увеличение в стране интернет-пользователей. Для этого есть отдельная программа «Цифровой Казахстан». На первом этапе к интернету будет подключено в 2017-2019 году 1291 населенных пунктов. На втором этапе, это 2020-2025 год, еще 4283 населенных пункта будут подключаться, но используя альтернативные методы. Николай Кадюков говорил также о направлении по улучшению аграрно-промышленного комплекса. Способствовать росту показателей будет господдержка сельхозтоваропроизводителей. Будут пересмотрены принципы выделения субсидий, распределения субсидий. Из 56 видов действующих субсидий будут исключены 6 неэффективных. По 34 будут изменены критерии. В результате на 1 тенге субсидий будет изготавливаться 13 тенге готовой продукции. От поддержки крупных хозяйств в будущем планируют перейти к субсидированию кооперативов. Расходовать бюджетные деньги нужно эффективно, говорил президент страны. Эта задача будет выполнена за счет перераспределения средств и изменения отдельных госпрограмм, отмечает Николай Кадюков. Кроме того, в Министерстве финансов рассматривают дополнительные способы пополнения бюджета страны. В снижении зависимости бюджета от сырьевых доходов при реформировании налоговой системы акцент будет сделан на увеличение неналоговых поступлений в бюджет. Кроме того, будет пересмотрен механизм специальных налоговых режимов, а также проведена работа по совершенствованию налогового администрирования. Будут исключены неэффективные налоговые льготы, а также отменены отдельные льготы по НДС, которые противоречат правилам БТУ. Заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации говорил и о развитии социальной сферы. Большие перемены ждут здравоохранения. Казахстанцы скоро станут участниками системы медстрахования. Уже с июля этого года работодатели ежемесячно будут отчислять по 2% за каждого сотрудника, а остальные – с 2019-го. Ольга Файзулина, Михаил Казначеев, Новости МТРК.